Вы должны понимать, что после двух взрывов, люди должны понимать, что после вдруг первого взрыва и второго взрыва, который прошел спустя час, метана и угольной пыли, там сообразовалась, в момент взрыва была громадная температура, 800 тысяч градусов. Ну, взрыв, вы сами понимаете, какую энергию выделяет. Тем более метан, это то же самое, что природный флэд. И открытый огонь, соответственно, угольная пыль, открытый огонь, угольная пыль сгорала, стоп, пламя не шел. Соответственно, в эпицентре взрыва, там пластон марки 2Ж, жирный уголь, достаточно возгораемый, свежий воздух поступал. Там после первых двух взрывов начался подземный пожар угля. И подтверждали горноспасатели, которые шли с исходящей, что там температура повышалась. 31 через определенное 45, СО шло на исходящий, кислород с той стороны поступал, а обратно СО, угольный газ, продукты горения и высокая температура. Там пожар сейчас бушует подземный. Его затушить можно двумя способами. Или поставить перемычки на выработках. Коридоры по-простонародному. Выработки горные, это такие коридоры, в зависимости, там 10 метров на 4 метра высотой. У нас кровля, у вас потолок, у нас борт выработки, у вас стена. Заперемычить их, то есть перекрыть определенными бетонными перемычками. И через отверстия закачивать туда инертный газ. Ну, планировалось так. Для того, чтобы потом быстро можно было потушить этот пожар, ликвидировав источник свежего воздуха, заполнив имеющееся пространство в выработках, да, и в обрушениях в куполах, инертным газом. И прекратить, соответственно, пожар. Но, произошел третий взрыв и четвертый взрыв. Во время третьего взрыва погибли градоспасатели, которые, кстати, и делали уже одну из перемычек. Значит, соответственно, технически остается один вопрос для того, чтобы не подвергать риску других людей, которые бы занимались уже процессом ликвидации аварий. Спасательные работы, соответственно, поисково-спасательные работы были прекращены после того, как погибли. Единственное технически возможно в нынешнее время, не только у нас, но и во всем мире, это подтопить эти выработки. То есть прекратить доступ кислорода посредством естественного и принудительного притока воды. Туда прилетели специалисты из Кузбасского ВОСНИИ, института по безопасности горных работ. Это один из мощнейших наших, оставшихся после развала Советского Союза ученых. И вот сейчас принято решение, до 15 марта они подтопят этот горизонт. Они не полностью шахту. Нужно понимать, что там несколько стволов прошли, 4 или 5 стволов. И каждый пласт, каждый горизонт там, на 500, плюс 50 метров, минус 50 метров свой горизонт, свои выработки. Минус там 600 там, и минус 700 это свои выработки. Вот этот самый нижележащий горизонт, они подтопят до такого уровня, чтобы затопить все эти выработки, но чтобы вода не перелилась через водоносные слои на другие шахты, потому что другие шахты рядом. Вот до 15 марта, но здесь вопрос возникает, что при таком случае пожар будет тушиться длительное время. Вот они до 15 марта планируют затопить, ну если затопят, дай бог, за март. Ну и еще как минимум месяцев 10 надо ждать результатов. После этого начинать откачку и поступление свежего, если пожар там затушился, значит свежим воздухом пошли спасатели, пошли обследовать выработки, где там восстанавливать и так далее и подобное. Мы шахтеры реалисты. Пускай как бы это не цинично звучало, таких точек у нас по стране и по миру достаточно много, не только по России, когда невозможно достать тела. Выводится реперная точка, у меня в моем городе, Междуреченске родном, таких две точки. Шевякова, 92-й год, вывели реперную точку. И вот сейчас моя шахта распадская, на которой я начинал работать, там тоже не могли достать, вывезти. Если невозможно достать тела, и кстати, остались ли там тела, особенно после первого взрыва при таком пожаре. Это реалий рискованной работы шахтеров. Поэтому, когда меня попросили, например, я отвлекусь, когда попросили прокомментировать, а вот петицию петербуржцы там организовали, достать немедленно тела и т.д. Ну, извините, это те, кто не понимает реально практического состояния дел. При первом взрыве, вот если схему вы посмотрите, та, которая по интернету идет, где находятся люди, семь человек там в двух забоях еще. Семь человек погибли при первом взрыве, их разметало, разорвало на куски, которые находились в лаве. Остатки от пожара сгорели, обгорели до неузнавасимой. Ну, там можно, конечно, достать. Все. Вторые там задохнулись, возможно, я предполагаю это. Но это реалия, это то, что, как обычно, бывает. А вторые, скорее всего, задохнулись, если остались живы к тому времени, задохнулись от нехватки кислорода и от дыхания угарного газа, если они остались живы после второго взрыва. Потому что самозаливающий спасатель, который применяется не только у нас, но такие типы спасателей применяются и в Америке, и в Австралии, в развитых угледобывающих странах. Ну, 40 минут при ходьбе, 2 часа в отсидке, 4. Даже если там были резервные самоспасатели. Температура была такова, что даже если они сидели, пожар, пласт, ну, печку все видели сельскую, не дрова, а углем, когда топится. Ну вот, те, кто видели, представьте, что это такая печка на десятки, на сотни метров. Слой угля 4 метра. Я не говорю, что от тела может ничего не остаться. Может быть, остались, но шансов найти живых, и одновременно, и надо их доставать. Может быть, когда затопят, туда зайдут, может быть, найдут останки. Тогда по генетической экспертизе можно будет определить. Я же не отрицаю этого, этой вероятности. И, скорее всего, так, дай бог, чтобы так это произошло. Если откачают, то, соответственно, в зависимости от последствий разрушительных взрывов, сколько выработок-то надо восстановить, или еще что-то что-то, то вполне вероятно, что могут этот пласт запустить. Нужно понимать, что этот пласт самый мощный в этом месторождении. Самый мощный в этом месторождении. И эта лава доезжала, там 700 метров было. Проходчики, вот те, которые погибли в двух забоях, параллельно нарезали еще одну лаву длиной 2-1,5 километра. То есть там есть запасы еще, которые можно извлечь. И если будет техническая возможность такая, то я полагаю, что собственник не откажется от добычи этого угля.